Всё для фронта, всё для победы. Этот девиз времён Великой Отечественной сегодня снова актуален. По поручению губернатора Игоря Рудени бойцам танкового батальона «Волга», который несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль «Шевроле Нива» для выполнения боевых задач. Новый автомобиль полностью готов отправиться в зону СВО на подмогу нашим воинам. «Нива» обеспечена зимней и летней резиной. Кроме того, автомобиль доработан с учётом пожеланий самих военнослужащих. Повышена проходимость, выполнена маскировка кузова. Автомобиль приобретён при поддержке регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Тверь спецавтохозяйства». В ней доработаны системы полного привода, она затонирована. То есть есть ряд доработок, которые были проведены в специализированном сервисе. Наши защитники видели, участвовали во всех этих работах. Под их чутким, что называется, взором всё это проводилось. Поэтому машина абсолютно готова для того, чтобы они выдвинулись в зону специальной военной операции. Как отметил военнослужащий Владислав, автомобиль полностью соответствует всем потребностям и условиям, в которых будет нести службу. Такие машины нужны. Они манёвренные, проходимые. И очень помогают, потому что она малозаметная. Меньше, чем обычная штатная армейская техника. Соответственно, на ней удобнее выполнять боевые задачи. Кроме того, по поручению губернатора, для бойцов приобретена и передана зимняя экипировка. В том числе костюмов, лисовые кофты, ботинки, утеплённые носки, термобельё, балаклавы и многое другое. Тверская область оказывает постоянную поддержку военнослужащим. В зону СОО регулярно отправляются гуманитарные грузы, собранные при участии неравнодушных жителей Верхнего Ужья, производственных предприятий и Русской Православной Церкви.